Ну что ж, сегодня у меня даже не одна, а целых две музыкальных истории в одной упаковке, так скажем, и начало обеих следует искать в Библии. Ветхозаветный герой Самсон прославился многочисленными подвигами в войне с филистимлянами, однако его угораздило полюбить женщину из стана врага по имени Дилайла. Ну, по-русски оно произносится как Далила, но я все же буду использовать английский вариант, с вашего позволения. Так вот, эта самая Дилайла помогла соотечественникам победить могучего воина, выведав, что секрет богатырской силы Самсона заключен в его волосах, которых никогда не касалась бритва. Склонив Самсоныча к интиму, Дилайла изнурила его своими ласками, а когда он сомлел на ее коленях и забылся сладким сном, филистимляне обстригли героя, и силе его пришел конец. Вот с тех пор Дилайла считается воплощением женского коварства. И когда вокалист рок-группы Queen Фредди Меркьюри в 1991 году впервые исполнил песню Дилайла, многие поклонники творчества коллектива решили, что она посвящена либо той самой библейской Дилайле, либо какой-то конкретной женщине в жизни певца, которая, ну, просто свела его с ума. Итак, это вариант песни Дилайла, записанной группой Queen и Фредди Меркьюри. Честно говоря, если бы это была песня о реальной женщине, то ее привычки, воспитые солистом группы Queen, должны были бы смутить даже фанатов. Вот послушайте, что поет Фредди. «Я так счастлив, когда ты прижимаешься ко мне и спишь рядом, и немного на тебя сержусь, когда ты писаешь на мою мебель. О, Дилайла!» Ну, слава богу, все стало на свои места, когда выяснилось, что Фредди пел о кошке. Известно, что Меркьюри их было шесть. Дилайла, Тиффани, Мико, Оскар, Самсон и Голиаф. Находясь на гастролях, Фредди разговаривал с ними по телефону, вез им из-за границы огромное количество игрушек и тонны корма, которые нельзя было достать в Лондоне. Но Дилайла была самой любимой его кошкой. Песню Дилайла он написал во время гастролей в Швейцарии, где, как обычно, тосковала своей любимица. Композицию, конечно, вряд ли можно поставить в один ряд с лучшими хитами группы Queen, но многим фанатам она очень нравится по-прежнему. Достойная песня, что и говорить. А вот самую популярную песню с названием Дилайла в 1968 году записал легендарный Том Джонс. Баллада, как музыкальный жанр, имеет несколько разновидностей, включая так называемые Murder Ballads, баллады об убийствах. Дилайла в исполнении Тома Джонса является типичным образцом вот этого самого музыкального направления. В Дилайле Джонса рассказывается о парне, который, застав возлюбленную с другим, в приступе ревности убил ее ножом. Интересно, что Тому Джонсу песня сначала вообще не понравилась, но позже он изменил свое мнение. Вот цитата из интервью Джонса еженедельнику The Mail on Sunday. «Помню, когда я впервые услышал Дилайла, то подумал, да это просто комедия какая-то». А менеджер сказал, да, комедия, но мы хотим, чтобы ты исполнил ее серьезно. Это песня о мужчине, который убивает женщину. Она записана в стиле старых застольных песен, и даже можно представить себе пивные бокалы, которыми размахивают в старом пабе под эту мелодию. «Дилайла всегда приятно исполнять на сцене», — вспоминал Том Джонс. «Когда толпа слышит духовые инструменты, вначале она начинает петь еще до того, как я успеваю открыть рот». В феврале 1968 года композиция была издана синглом с треком «Смайл» на обратной стороне пластинки. В биографической книге «Сэр Элтон» Филиппа Нормана утверждается, что Элтон Джон, испытывавший в те времена финансовые трудности, участвовал в записи песни в качестве бэк-вокалиста. Дилайла моментально возглавила хит-парады в Ирландии, Германии, Швейцарии и Финляндии, а в британском чарте добралась до второй строчки. Ну а сегодня? Сегодня это классика жанра. И прежде чем мы с вами послушаем самую знаменитую песню о коварстве женщин, пару советов представителям сильной половины человечества. Мужики, будьте осторожнее с дамами по имени Дилайла. Это раз. А второе. Не давайте себя стричь незнакомым людям. Вдруг вся ваша сила в волосах. Спасибо. Спасибо.